Песня 9, глава 18 Царь Гьяйати обретает утраченную молодость Тексты 26-27 Царь Вришопарва понял, что Шукрачаря собирается или наказать, или проклясть его. Поэтому, прежде чем Шукрачаря вошел во дворец, Вришопарва вышел ему навстречу и посреди дороги упал ему в ноги. Этим он удовлетворил своего гуру и сдержал его гнев. Текст 27 на доске. Кшанардх, Manyur, Bhagavan, Shishyam, Vyachashta, Бхаргава, Камо, Ася, Криятам, Ражан, Найнам, Тиактум, Ихоца, Хе, Шанардхам, Аниур, Bhagavan, Шишyam, Vyachashta, Бхаргава, Шишyam, Vyachashta, Бхаргава, Камо, Ася, Криятам, Ражан, Камо, Ася, Криятам, Ражан, Камо, Ася, Криятам, Ражан, Найнам, Тиактум, Ихоца, Хе, Найнам, Тиактум, Ихоца, Хе, Найнам, Тиактум, Ихоца, Хе, Шанардхам, Прадха, Длещися всего несколько мгновений. Манюру, Токчей, Гнев, Бхагава, Могущественнейший, Шишyam, Ученику, Вришапарве, Вyachashta, Бхаргава, Шукрачаря, Камо, Желание, Асяга, Ио, Дебаяни, Криятам, Да будет исполнено, Ражан, Оцарь, На, Не, Энам, Эту девушку, Тиактум, Отвергнуть, Ихо, Здесь, В этом мире, Уцахе, Могу. Перевод и комментарий его божественной милости Шилобраупады. Могущественный Шукрачаря еще несколько мгновений продолжал сердиться на Вришапарву, но потом, довольный им, сказал, «Любезный царь, пожалуйста, исполни желание Дебаяни, ибо она моя дочь, и ничто в этом мире не заставит меня отказаться от нее или пренебречь ею». Комментарий Даже такой великий мудрец, как Шукрачаря, иногда не может пренебречь собственным сыном или дочерью, поскольку дети естественным образом зависят от отца, и отец всегда относится к ним с любовью. Хотя Шукрачаря знал, что ссора между Дебаяни и Шармичской была обычным ребячеством, ему, как отцу Дебаяни, пришлось встать на сторону своей дочери. Шукрачаре не хотелось этого делать, но он был обязан поступить так, как подсказывали ему родительские чувства. Он прямо сказал, что хотя ему не следует просить царя о том, чтобы тот сделал одолжение его дочери, из-за своей привязанности к ней он не может поступить иначе. Ванчхакалхатарубьяшча, крипасиндхупьевача, патиттанам паванебхио, ваишнавибхио, намо намаха, намо ом Вишнупаде, Кришнапрэштхайбхутаде, Шриматвибхактивиданта свамин, ити намине, намасте сарасвата деви, гауравани прачаряне, нирвишешешашунявади паштятя дешатаряне, дайше Кришна чайтанья прабху нитянанда, шри адвайта гададхара, шри васари гаурабхактивринда, Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Могущественный Шукрачарий еще несколько мгновений продолжал сердиться на Вишапарву, но потом, довольный им, сказал, «Любезный царь, пожалуйста, исполни желание деви, ибо она моя дочь, и ничто в этом мире не заставит меня отказаться от нее или пренебречь ее. Даже очень могущественные личности в этом мире вынуждены поступать иногда так, как не считают правильным. Надо отметить, что Шукрачария исключительно могущественная личность. И Вишла Чехаритакур подчеркивает, что в Ришапарве испугался не только гнева Шукрачария, он испугался, что Шукрачария предложит свои услуги Брамана полубогам и таким образом принесет полубогам победу. То есть Шукрачарий был настолько могущественным, что следуя ему, демоны могли победить полубогов. И если бы он встал на сторону полубогов, полубоги могли бы победить демонов. Шукрачарий был настолько могущественной личностью, но при этом мы видим, что он не свободен от материальных привязанностей и вынужден поступать, идя на поводу своих материальных привязанностей, так как ему поступать в действительности, как Браману, не следовало просить милость у царя, принять его дочь, жены. Так не следует поступать к Браманам. Вот это очень примечательно то, что Шукрачария, не следуя сути ведического знания, тем не менее, обрел могущество. Таковы плоды следования шастрам, даже если человек не знает сути священных писаний, тем не менее, следуя им, он получит благо. Какое-то благо человек всегда получает, следуя шастрам. Если он знает их суть, то он получает высшее благо. Если он не знает их сути, но строго следует им, то он все равно получит какое-то благо. И Шукрачария обрел могущество через строгое следование системе, через строгое следование принципам вед, при этом не следуя их сути, не зная их сути даже, как мы видим, уже это было восьмой песничным адбагватом, он не только не просто не знал сути священных писаний, невинно, он был против конечного вывода священных писаний, полного предания верховной личности Бога. Он даже пытался отговорить Бали Махараджа от этого предания. Тем не менее, он был очень могущественной личностью, но не был свободен от материальных привязанностей. И мы видим, как живое существо, любое живое существо, впутавшееся в семейную жизнь, в семейные обязанности, запутывается. То есть семейная жизнь — это запутанность. Запутанность не от обилия и сложности обязанностей. Что, сложные разве обязанности у греха? Почистить зубы, пойти на работу, прийти с работы, поужинать. Никакой сложности нет в обязанности греха. Да, это проблема. Обязанности греха могут стать проблемой для выполнения садана бахти. То есть мало времени останется на садан бахти. Будет какое-то время, но его будет немного. Вот это проблема, да. Вот этим обязанности связывают греха. Поэтому рекомендуется на стадии обучения брамачария, что ему дается это знание, что самое лучшее в эти обязанности не ввязываться. Это самый лучший вариант для духовного самосознания. То есть в чем запутанность, в чем причина запутанности семейных людей, в чем причина запутанности греха с хашерома? Не в обилии, не в том, что много обязанностей, не в том, что обязанности сложные, а в том, что причиной греха с хашерома, вообще семейной жизни пока не будем называть греха с хашеромом, причиной семейной жизни является привязанность. То есть побуждением, утаэха, так сказать, творческим импульсом к этому подвигу человека побуждают на желание наслаждаться. Материальная привязанность является причиной того, что двое людей, мужчина и женщина вместе, и у них рядом появляются еще их экспансии, дети, у них расширяется какая-то собственность и так далее. Это все, причиной этому является желание наслаждаться этим материальным миром. Надо быстрее сказать для тех, кто уже начал чувствовать возмущение, а как же греха с хашером, а как же святая жизнь, греха с хвачнавов. Да, так же, как материальный мир, он дает две возможности для живого существа, удовлетворяет свое извращенное желание, желание наслаждаться отдельно от Кришны, которое, к примеру, может проявиться в том, чтобы в привязанности есть что-то, есть что-то, что нельзя предложить Кришне, то есть есть пхогу, фактически. Это проявление желания независимо наслаждаться от Кришны. Такое безобидное маленькое проявление, очень-очень извращенного, страшного желания, желания, которое является причиной нашего материального существования. Именно из-за этого желания мы находимся здесь и идем разными дорогами, дорогами жизни, встречая на своем пути так называемой радости и, в конечном итоге, только страдания. И материальный мир дает две эти возможности. Удовлетворять это желание, то есть наслаждаться, дает возможность пытаться наслаждаться материей, пытаться наслаждаться отдельно от Кришны, но вместе с этим здесь есть возможность встать на путь самоосознания и освободиться, в конечном итоге освободиться от самсары, от необходимости рождаться и умирать в материальном мире. Греха с хашаром является воплощением этих двух принципов семейной жизни. Она дает возможности наслаждаться живому существу, но она также содержит в себе возможности идти путем самосознания. И те, кто удачливы, в основном интересуются второй категорией возможностей греха с хашарома, это развитие в предном служении, развитие отречения от материального мира. Так или иначе, целью духовных практик гианы, кармы, йоги и бхакти одинаковая цель, общая цель развить непривязанность к материальному. Это общая цель всех путей самоосознания развить непривязанность к материальному. И вот эта цель интересует тех, кто наиболее удачлив даже в грехах с хашами. То есть греха с хашами это также возможность развить непривязанность к материальному. Это должно быть целью выполнения обязанностей греха с хашами. И без садана бахти, без непосредственного предного служения Верховной Личности Бога эта цель не может быть достигнута, поскольку, как уже мы сказали в начале, семейная жизнь это запутанность. Причиной этой запутанности является привязанность. И как выглядит эта запутанность? Она выглядит так, что человек не может поступить себе во благо или вынужден поступать как свой собственный враг. Вот это означает запутанность. Он вынужден поступать так, как он не должен был бы поступать неблагоприятным образом для своего прогресса в духовной жизни, например. этих примеров масса в священных писаниях. С этим предметом материальная привязанность все разделы священных писаний имеют дело. И Пурана, и Техаса, и Шрути во всех этих шастрах описывается материальная привязанность описывается как главная проблема материального существования. Если есть проблема, то есть решение. Шастры также дают решение. И масса примеров в Пуранах и Техасах, как материальные привязанности разрушают само сознание, разрушают удачу, благочестие, разрушают жизни и судьбы людей. Даритараштра пример материальной привязанности с этой темой открывается вообще Бхагавадгита. Даритараштра Вача, такой банальный стих, который все знают, даже если кто-то не удался в изучении стихов, то этот стих он успевает выучить, поскольку он первый. Даритараштра Вача, сразу же Бхагавадгита открывается с этой проблематикой привязанности материальной, которая заставляет толкать живое существо просто терять свою жизнь, свою человеческую форму жизни, поступая как собственный враг. Даритараштра вынужден был из-за привязанности своей потакать греховным желанием дурьёданы. Бишмадев и Дроначаря вынуждены были встать на сторону Кауравов и сражаться против святых предных пандалов, потому что считали, что они должны так поступить. То есть в этом запутанное живое существо оказывается в таком положении, что по всем данным и даже это может быть подкреплено какими-то ссылками на священное писание, по всем признакам оно должно поступить так, как оно поступает. Но это как раз является вредным для его духовного самосознания. То есть Бишмадев и Дроначаря вынуждены были поступать. Они чувствовали, что они должны именно так поступать, но это неправильно. было давать обеты Брамачаре Бишмадеве, неправильно было потакать вожделению своего отца. Есть принципы повыше, чем потакать вожделению своего отца, хотя да, надо служить старшим и так далее. То есть он не должен был этого делать, не должен, но он чувствовал, что он должен. В этом запутанность в семейной жизни человек попадает в такое положение, что он просто иногда не может сделать то, что приведет его очень быстро к лотосным стопам Кришны. Духовный учитель может сказать бросить что-то и поехать проповедовать куда-то, а жена и дети будут очень сильно плакать при этом, в истерике вырывая волосы, может быть, даже. Ну, давайте красочно это представим. И кто не у греха с хашарами, счастливые люди понимают, что вот эта иллюзия, что женщина должна следовать за мужем, муж это лидер, он авторитет, жена за ним следует. А знаете, почему она следует? Потому что он никуда не пойдет, куда она не хочет. Потому что ему так будет дешевле, так сказать, лучше заранее узнать и не делать того, что не смогут сделать те, за кого мы отвечаем. То есть такова запутанность. Мы иногда не можем сделать то, что может быстро привести нас к отраслим стопам Господа из-за своих материальных привязанностей. И вот эта проблема главная, главная причина запутанности материальной привязанности. Мы не можем помнить о Кришне из-за них. Мы думаем о чем угодно. Даже во время джапа мы совершаем намапаратху, думая о работе, бизнесе, долгах или, наоборот, прибылях и так далее. То есть мы думаем о чем-то, совершая таким... То есть мы находимся в стрессе даже во время повторения святых имен, что является аппаратхой. То есть быть в стрессе, повторяя святые имена Господа, это намапаратха, то есть это проявление отсутствия веры в святое имя. То есть если у нас есть возможность общаться с Кришной в форме святого имени, Господь дает нам самого себя в форме святого имени, и мы при этом переживаем, что у нас срастется или не срастется, сойдутся у нас концы с концами или не сойдутся во время воспевания святого имени. Думать об этом является аппаратхой невнимательностью, недостатком веры в святое имя. То есть такова причина запутанности, запутанность, основой ее является материальная привязанность, и нужно решить эту проблему. Это главная проблема, из нее рождается страх, различные переживания, современным словом это называется стресс, раньше стресс назывался на санскрите и называется сейчас бхая, то есть слово стресс есть в шастрах, это бхая, страх, страх встретить то, с чем мы не хотим встречаться в нашей жизни, это бхая. Что еще как распевязанность порождает бхаю, страх, в современном варианте это стресс мы называем, когда мы уже все-таки сталкиваемся с чем, с чем мы не хотели, и не знаем как решить эту проблему. Если знаем, то мы радуемся, то есть это материальное существование, когда есть проблемы, мы знаем как ее решить, это вызывает у нас счастье, удовлетворение. Когда есть проблемы, мы не знаем как ее решить, это стресс, но состояние, чтобы вообще не было проблем, это не про нас, это про жителей Вайкунхи, про людей, которые находятся в полном сознании Кришны, даже находясь здесь в материальном мире. Таким образом, из-за привязанности привязанность генерирует страх, мы боимся смерти, боимся своей смерти, чьей-то еще смерти, боимся гриппом зародиться, потому что мы боимся смерти, боимся, когда кто-то из наших близких заразился, чем-то из-за боялся, потому что мы боимся смерти, их смерти. Мы вздрагиваем, когда проносится лоб, проворный бенгалец проносится на тракторе, мы вздрагиваем, потому что мы боимся смерти. Мы боимся постоянно чего-то, потому что мы боимся смерти, мы боимся, что этому тельцу, хрупкому, как домик улитки, кто-то или что-то навредит. Мы постоянно чего-то боимся из-за привязанности к материальному телу, к его продуктам, к тому, что мы считаем своим. Это все страх, причиной страха является привязанность. И другая стадия, когда все-таки случилось то, что мы боимся, но не хотим из-за привязанности, чтобы это случилось, то другое состояние называется шока, горе. О, как плохо, какой я несчастный, да за что такое. Освобожденная личность от обусловленной отличается тем, что в этот момент она не произносит этих слов за что. Такое маленькое отличие в этом контексте освобожденной личности или личности достойной обрести освобождение после оставления тела. То, что такая личность в эти моменты не произносит за что, принимая все происходящее как милость Господа и видя в этом пользу, видя в этом пользу, подобно тому, как ловкий находчивый бизнесмен в любой ситуации может увидеть для себя возможность заработать, как для известной династии в Индии чума оказалась такой возможностью. Люди создали свой капитал на чуме. Была эпидемия чумы и люди умирали. Разносчиками чумы были крысы. Известная история. В общем, труп крысы стоил несколько пайсов. Таким образом, уничтожая, истребляя крыс, боролись с чумой. Он каким-то образом сумел находить много крыс дохлых. И таким образом заработал какие-то деньги, которые потом правильно вложил. Большая отличается от Шудры тем, что он правильно вкладывает. И сейчас это миллиардеры. Это очень большая богатая династия в Индии. То есть пример к чему, что бизнесмен может по природе увидеть возможности для заработка даже в неприятной ситуации. Также человек, который идет путем самосознания, должен научиться он не должен. Он естественным образом видит выгоду в любой неприятной для ума и чувств ситуации. Он точно знает, что эта ситуация наиболее благоприятна потому, как для разума, для самосознания очень благоприятен горький вкус. И йоги, я не знаю, что горький вкус благоприятен для самосознания. Сладкий не очень. Горький аскезы благоприятны для очищения, для самосознания. Также ситуации, которые в жизни происходят, которые неприятны для моих чувств, они благоприятны для самосознания. И самореализованная личность или личность, которая имеет благодаря хорошему общению решимости идти путём самосознания, видит в этих неприятных ситуациях выгоду свою. Более того, это нейтральное положение — видеть выгоду в неприятных ситуациях, возможность очиститься, возможность реализовать что-то, возможность отпустить какие-то материальные привязанности. Это негативный аспект, а позитивный аспект, к которому приходят преданные постепенно через очищение, через практику саддана, бахтии — это обмен бхауи с Господом. То есть преданный наслаждается очередной планкой или очередной задачей, очередным испытанием, которое Господь для него организует. То есть каждое испытание, которое проходит преданный, делает его богаче, его сознание Кришны становится больше. Поэтому, когда приходит следующее испытание, преданный радуется. «О, наконец-то пришло им следующее испытание». То есть по тому, как мы будем радоваться, если мы получили какую-то возможность где-то подзаработать, если опять такая возможность предоставится, мы будем радоваться. «О, наконец-то еще раз предоставляется подобная возможность». Также и преданный видит, что все, что с ним происходит, исходит от Кришны. Поэтому у него нет никакого страха. То есть причина абхаян, причина отсутствия страха в том, что преданный осознает, что все от Кришны, все является проявлением его милости. Поэтому у него нет ненависти к инструментам, через которые приходят страдания другим живым существам, понимая, что они являются инструментами в руках Господа. И таким образом человек избавляется от страха. Вот эту проблему нужно решить. Материальные привязанности не нужно терять время, если уж мы попали вот в это положение, когда мы окружены объектами наших привязанностей. Мы жили без них, не знали даже, что они есть. Кто знал, что есть вот ваш муж, существует до того, как вы встретились, или ваша жена, не знали даже, что есть эти люди. А теперь мы будем плакать, когда они умрут. Ну, кто первый, неизвестно. Что с нами случилось? Это симптом. Мы попали, мы попали, мы очень сильно запутались. Мы запутались в этих материальных привязанностях, и эту проблему надо решать. Не нужно тратить время, а как корми, ловя моменты и наслаждаться обществом жены и детей. Нужно вести себя как йог, быть йогами. Надо быть йогами, ловить моменты, чтобы вместе с этими женой и детьми вовлекаться в деятельность, которая освободит и их, и нас от материальных привязанностей. То есть в предное служение. Таким образом, следование шастрам — это очень могущественный процесс, через который можно достичь любого успеха, обрести очень большое могущество, даже если мы не знаем сути священных писаний. Но если мы знаем суть священных писаний, принять прибежища, сутью священных писаний является принятие прибежища в лотосных стоп Господа. Все веды учат в конечном итоге этому. А если мы знаем суть священных писаний, исследуем священным писаниям, которые представлены ачарями, учителями, гуру парамбары, то мы достигнем всего, всего, что только можно, всего успеха, необходимого нам для того, чтобы достичь конечного успеха. И без вот этого элемента, без бахти, без общения, которое способно пробудить в нас преданность Господу, без этого общения, формальное исследование, даже принципом байхи-бахти является шрама, бессмысленная трата времени. То есть если мы выполняем разные предписанные обязанности, предписанные ведами, и у нас не развивается вкус к повествованиям, к слушанию повествования о Господе, то эти обязанности просто бессмысленны. Шрама означает бесполезное, эва, точно, абсолютно бесполезно, хи, эва, бедмира, да, эва, и хи усиливает еще сильнее, два раза усиление. Кевалам, и слово даже кевалам, чистой воды, просто бесполезная трата времени. Любые обязанности, которые мы выполняем, и более того, даже анги-бахти, если выполнение анг-бахти не пробуждает привязанность к Кришне, то это тоже трата времени. И самым важным элементом, чтобы избежать траты времени формального ритуального следования в Айтхи-бахте, самым важным элементом в этом является общение. Общение с чистыми преданными, слушание, а точнее под общением подразумевается не поговорить о том, о сём, или не обменяться сентиментами, или даже не получить какие-то сентиментальные признания со стороны возвышенных преданных. Общение — это когда мы слушаем, как преданные объясняют шастры. Всё другое уже — это упа, общение, недообщение, подобщение — это когда мы слушаем, когда преданные объясняют шастры. Есть два вида спикеров. Одна Дживагасвами обсуждает два вида спикеров или тех, кто объясняет шастры. И слушание одних не приводит к очищению от материальных привязанностей, а слушание других приводит. Естественно, что мы сейчас начинаем озадачиваться, как же, наверное, находить тех, слушание кого приводит к очищению от материальных привязанностей. Если шастры дают какие-то категории и какие-то критерии, то это означает, что у Дживы в человеческой форме жизни есть квалификация ими воспользоваться. В противном случае нет смысла в шастрах. Понимаете, да? Вот, допустим, в шастрах есть квалификация гуру. Как выбрать гуру? Какими критериями нужно руководствоваться? И часто можно слышать, ну как же неофит может понять, что кто-то является квалифицированным гуру, а кто-то нет? Вот эта реплика, ну как же неофит может воспользоваться критериями, которые дают шастры, указывает на то, что человек думает, что в шастрах нет смысла. То есть он таким образом говорит, в шастрах нет смысла. Это другими словами сказать, что в шастрах нет никакого смысла. Да? А нет, если шастрах что-то дают, означает, этим можно воспользоваться. И в шастрах говорится о двух видах спикера. Спикеров слушания одних приводят к очищению от материальных привязанностей и пробуждению бактис, слушания других нет. И слушания, первая категория, слушания кого, не приводит к очищению от материальных привязанностей, это страстные, то есть спикер, который находится в страсти. Страсти, это не означает, что он может горячо говорить, это очень принято среди вайшнавов тоже многие могли. Парупад очень сильно говорил, мы не можем сказать, что он бубнил под нос. Он очень сильный спикер. Страстный спикер объясняет, что значит спикер в страсти. А в страсти означает, что он не подвергает очень внимательному анализу предмета, о котором он говорит. Вот это означает спикер в страсти. То есть его презентация шастрах полна ошибок и неточностей. он не серьезно относится к предмету, он не понимает, не воспринимает предмет шастрах как науку, потому он не подвергает тщательному анализу татвы, которые учат в Священном Писании. И слушание таких не приводит к очищению сердца от материальных привязанностей. Вот это критерий. Критерий страстного спикера, который полон материальных желаний и жадности, то есть у него есть материальные желания и жадность, из-за них он не подвергает, он не анализирует шастры подробно и не обдумывает подробно то, что он дает своим слушателям, слушающим или ученикам. Это очень важный момент, поскольку все, кто практикует духовную жизнь, предное служение, должны в какой-то момент получить посвящение у истинного духовного учителя, должны получить помощь продвинутых предных, которые будут наставлять их и обучать их. То есть Шикша и Дикша Гуру должны появиться в жизни ученика. И Джиога Свами объясняет эту технологию, что все Гуру, и Шикша Гуру, и Дикша Гуру происходят из другой категории Гуру, которая называется Шравана Гуру. А Шравана Гуру это те, кто обладает качествами, описанными в стихе 11, 3, 21. Дальше забыл. Качество Гуру, истинного Гуру, это качество Шравана Гуру. То есть никто не может быть Шикша Гуру и Дикша Гуру, не имеет права, если он не обладает качествами Шравана Гуру. И кроме качества Вайшнава, умиротворенность, контроль чувств, Шравана Гуру обязан обладать вот этой характеристикой Шабде Парэча, не Шнатам. Он очень подробно, очень глубоко, детально знает Шастра и может представить науку Шастра так эффективно, что это освободит от всех сомнений ученика, решит его все противоречия. В противном случае, если он этой квалификацией не обладает, Шанат Чагатакур объясняет, то ученик будет оставаться сомневающимся, слабым и не сможет достичь нишки. То есть вот это слушание Шастра, общение с преданными и общение с преданными означает слушание объяснений Шастра от преданных и преданные должны обладать при этом квалификацией, слушающий тоже должен обладать квалификацией. все эти факторы должны внимательно рассматриваться тем, кто хочет действительно найти путь к лотосным стопам Господа, найти путь из этой материальной запутанности, в которой мы оказались. таким образом Станести там, Шутига там, где бы мы ни оказались, в каком бы клубке мы ни были сейчас запутаны, подобно как волшебной палочкой нас можно оттуда освободить. Этой волшебной палочкой является Шутига там, путь слушания послания Шримад Багаватам и ЗУСТ личности, обладающей качествами. Я здесь останавливаюсь, можно задать вопросы и сделать дополнение. Про второго Джива Гасвами отмечает, что у него есть бахти, то есть у него есть потенция пробуждать бахти своими словами, потому что у него нет материальных привязанностей, есть привязанность к Кришне. Подробнее об этом типе говорится, спикеров говорится в 10-й песне в первой главе 4-й стих 10-й 1-й 4-й как начнут? Неврита Таршая является Неврита Тришна. Неврита Тришна означает, его не интересуют темы, связанные с материальным проявлением, его интересует только Кришна. Идеальным и самым могущественным вариантом таких преданных являются преданные, которые достигли уровня бавы, то есть у них вообще нет материальных привязанностей. А другой уровень, если нам недоступны преданные на уровне бавы, полностью чистые и свободные от любых порогов, от любых материальных привязанностей, то есть уровень бавы характерен Саварупа Ситхи. То есть они не отождествляют вообще себя с телом, у них не осталось никаких упадок. Такая речь, речь таких личностей будет очень могущественной, если у нас нет доступа к таким личностям, то там в этом же стихе дается другая квалификация. Гуна Анувада. Гуны, трансцендентные качества Кришны, ученик передает Анувада в стиле, это стиль передачи знания Анувада или традиция, культура передачи знания Анувада означает рассказывая что-то в своем рассказе, он полностью следует Ачарям Парамбры. То есть то, как он получил, так же он это передает. Гуна Анувада буквально звучит в названии Бхагавадгиды с комментариями Шилопропады Эзетиза или Как она есть Анувада. То есть Как она есть, это перевод санскритского или слова на хинди Анувада. Рассказывать так, как мы получили. Вот это также поможет слушающим получить эликсир материального существования. Если мы будем что-то изменять, тогда люди будут получать инструменты для удовлетворения своих чувств, то есть мы будем подбрасывать им дрова в вагоне их уже существующих материальных привязанностей. Еще вопрос дополнительный. Вопрос такой, какова задача Шукрачария духовного учителя демона, если потом не говорит о конечной цели вверх, конечной вывода, а демоны сами поселияне не с полным слушать авторитета. И вот как они чему учат Шукрачария? Демоны готовы слушать авторитетов, если это принесет им выгоду. Демоны готовы слушать авторитетов, если это приносит им выгоду. Таким образом под эту категорию попадает очень много людей, может даже среди нас, которые готовы слушать авторитетов, только если им это приносит выгоду какую-то материальную. То есть не так, что демоны не слушают, никаких авторитетов. И какова задача Шукрачарии? Шукрачария и его последователи сосредоточены на вторичной цели, на вторичных целях ведического знания. Это Дарма, Артха и Кама. То есть их не интересует Мокша. Шукрачария — учитель всех, не только демонов, он учитель всех, кого интересует Дарма, Артха и Кама, кого не интересует Мокша, и тем более не интересует поклонение Вишну, Верховной Личности Бога. А демонов это не интересует, но зато все другое интересует. Поэтому продвинутые демоны, они принимают прибежище в технических, так сказать, вопрос ведического знания. Они принимают прибежище в ведическом знании, в тех его разделах, которые учат достижение материальных результатов. Даже современный демон, Адольф Гитлер, интересовался ведами с целью создать летательные аппараты, геманы, с целью убивать. Кого он там хотел убивать? То есть демоны могут интересоваться любыми процессами. Недавно был случай, как одного демона, президента, инаугурация прошла в Абиджит Мухурту, в Акшай Трити. То есть это не может быть совпадением. То есть был выбран день Акшай Трити, и проведена, инаугурация была в самый лучший момент. Это Мухурта, Абиджит Мухурта, который управляет сам Вишну каждый день, в середине дня. Это Мухурта, это самое благоприятное время для чего-либо. Но ему не помогло это, особенно потому, что это как мертвому припарки, если человек не следует всем другим принципам дармы, все эти астрологические трюки сильно ему не помогут. Если он греховен, то можно сколько угодно выбирать благоприятных моментов. Всего на вся жизнь его неблагоприятно. Никаких результатов благоприятных он не получит. Поэтому даже это не единственное имя Шукрачария. Есть еще и Ушана, и вот в этом стихе тоже другое его имя. Как его здесь называют? Бхардова. Шукрачария, шукра означает семя. То есть Шукрачария, само имя его указывает на то, что он учит и готов вести тех, кто идет путем чувственных наслаждений про Врити-Марга. Здесь вынужден остановиться. Гран-харат, что он имеет бага в том, ки? Шелобра упада, ки? Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...